всем добрый день меня зовут ольга первая и я рада приветствовать вас на своем канале канале у рукоделия и сегодня я бы хотела с вами в очередной раз поговорить о пряжи пряжи которые у меня есть в настоящее время в наличии начнем наверное с того что я сейчас нахожусь в завязке в марафоне всю пряжу извяжу но несмотря на это у меня в течение этих двух месяцев появилось несколько новинок связи с чем связи с тем что люди все-таки у нас стране благодарны особенно родные и в общем и целом не подарили в первом случае пряжу во втором случае подарили денежку на пряжу сказали что только на пряжу что в рамках марафона не запрещается но помимо этого я еще вот приобрела вот такие вот спицы я их еще не пробовала хотела просто вам показать и если вы их пробовали вы мне напишите свои впечатления я сравню со своими вот пусть они у нас немножко так в кадре полежат для антуража и я сейчас вам покажу для начала свою новую пряжу которая у меня сегодня появилась значит это давайте в первую очередь покажем популярную пряжу газал baby wool она в принципе всем известный метраж здесь есть состав тоже я думаю всем достаточно известен тут есть еще и кашемир который я не пробовал и мереносовый шельф ну и акрил куда же без него вот цвет передает ну более менее хорошо я тут не давеча как в этом месяце связала бактус он зеленого такого изумрудного цвета и так как ниточка это тоненькая я хочу сочетать ту мереносовую шерсть у меня осталось немножко и вот данную пряжу и связать себе варежки очень мне хочется повязать аксессуаров и вот как раз это тот случай когда можно будет попробовать не знаю сколько уйдет этой пряжи быть может вообще 100 грамм хватило бы на пару варежек но пряжа тоненькая в 2 нити вязать может и не хватить не знаю первый раз буду вязать попробую и в общем вот у меня есть 100 грамм такой пряжи это у меня новинка газал baby wool обычный не excel знаю что есть еще excel появилась очень необычная вот такая вот пряжа на самом деле заказывала ее под определенный проект то есть это должна была быть шапка для подруги но там цвет был совершенно другой вот он сейчас на камере передается очень хорошо а в интернет-магазине это было заявлено полыни полынь знаете такая вот это вот красивая с голубизной такая цвета не спелая молодой полыни а здесь он такой прям вот такой зеленый раньше у меня был такой пуховик ну в общем и целом пряжица у меня появилась и появилась естественно мне ее просто подарили потому что но она не подошла действительно по цвету мне ее подарили я хочу попробовать все-таки связать шапку потому что тут метраж 50 на 50 то есть 50 грамм 50 метров у меня тоже получается есть 100 грамм тут вот состав альпака биошерсть и состав такой достаточно интересный итальянская пряжа обязательно поделюсь с вами что из этого получилось и говорю так как я хочу повязать аксессуары думаю что это прям вот она вы представляете на каких я спицах тут должна их вязать как минимум на семерке я думаю 78 так она и есть вот вот такая вот еще у меня значит пряжица появилась ну и мои новиночки которые прям конфетки сейчас я вам все расскажу смотрите не знаю будет ли правильно передавать свет сегодня у нас достаточно темно но вот мне кажется что он передает идеально это пряжа бобинная твит див в 100 граммах 250 метров вот ее состав подписан акрил шерсти вискоза и посмотреть какие здесь цвета и я давно не вязала ничего чтобы там присутствовала ниточка люрекс но она такая вот прям вот мне кажется она не будет ощущаться но это конечно надо попробовать и это будет тоже небольшое изделие у меня этой пряжи всего 100 грамм но вы посмотрите какие здесь цвета это же прям осень переходящий в зиму какой-то листопад бешеный переходящий в первый снег но это прям вот это из этой пряжи надо вязать сейчас потому что он цвет изумительный некоторые очень не любят да когда вязальщицы начинают восхвалять там пряжу не вязать не повязав из нее ну да действительно и я это говорила в кодексе чести я обязательно вам расскажу что и как все мои ощущения по данной пряже обязательно расскажу покажу расскажу вот и ну пока на сегодняшний день вот это вот в самых ближайших наверное планах связать что-нибудь такое небольшое какой-нибудь аксессуар очень мне понравилась эта пряжа так помимо этого значит я говорила что я болею твидоманией крапушками из узоров шишечками ну то есть не знаю почему но вот этот сезон он у меня вот ассоциируется именно с крапушками с видом с какими-то вкраплениями вы посмотрите какая-то пряжа и цвет он да немножко конечно коверкает но он вот почти такой же ну совсем чуть-чуть может быть совсем чуть-чуть не такой цвет немножко узнаете такое серо-голубой что ли ну вот он тоже очень интересный оттенок он такой ненавязчивый но я люблю сейчас последнее время такие цвета но и хочется чего-то яркого в том числе вот такая вот пряжа значит что это у нас тоже алтолена ну в общем я не знаю как это правильно читается но в общем метраж 100 грамм 720 метров 25 шерсть шелки акрил здесь у меня на полноценные изделия и обязательно вам покажу что из этого получится по крайней мере вот сейчас на данный момент тактильные ощущения и вообще эмоции от этой пряжи очень такие теплые и хорошие потому что смотрите это знаете это вот как раз уже первый снег это раньше мы помните на елке вату ложили на елку для того чтобы имитировать снег и здесь вот приблизительно то же самое посмотрим как она поведет себя но она очень легко вот это вот видите отдирается но в изделии может быть конечно такого не случится обязательно тоже оставлю свои отзывы по данной пряжица ну во 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 как красиво с этой стороны как будто серо с этой голубой вот он вот такой голубый голубенький очень интересная фактура у него ниточка достаточно тоненькая ну посмотрим посмотрим свяжу образец постираю как она там распушиться или не распушиться все 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 вам расскажу так из еще одна новиночка я думаю что у меня последняя больше ничего такого нет это все кстати говоря вот последние три этого одной закупки посмотрите какая красота какие тут волшебные крапушки все же как я люблю вы смотрите посмотрите здесь я заказывала тоже две не две вернее на изделие заказывала вообще хотела шапку и снут но что-то пока я на нее смотрю у меня уже совершенно другая идея на это на эту пряжу она тоненькая этот вид вид не умил я не буду читать галис галис 100 грамм 420 450 метров и состав лана и полиамид поли в общем чего-то там не натурально не суть важно посмотрим как это будет в изделии как она будет распушаться не распушаться вот это немножечко цвет коверкает более в красный а на самом деле он уходит в фуксию ну вот не знаю как зимой но весна осень мне кажется это вот прям прекрасно прекрасный будет аксессуар хочу повязать аксессуары да уже не раз сказала вот такая вот пряжица еще у меня есть теперь в наличии так по граммам 100 грамм 100 грамм по граммам надо будет смотреть сколько их надо будет взвешивать но не так много на самом деле здесь вот 100 грамм здесь по моему вот этого бордового не 125 или 120 грамм вроде бы а здесь чуть поболее может быть грамм 200 250 ну в общем все до килограмма что в рамках дозволенного и тем более что дареного вот такие вот у меня будут вещички надеюсь что в ближайшее время потому что очень хочу повязать аксессуары ручки пляшут так ну и что еще о чем мы с вами еще поговорим давайте наверное покажу тем кому неинтересно смотреть пряжу которая у меня была в наличии до этого и что из нее осталось да могут конечно же просто отключаться до свидания а те кто хотят еще поподробнее посмотреть что у меня есть моей кладовой и я вам сейчас покажу по-прежнему у меня остался значит детский каприз пряжи для ручного вязания от пихорки детский каприз цвет моренго их у меня 10 моточков их у меня 10 моточков и я планировала это такой знаете большую изделие с шишечками но пока я до него не дошла и поэтому в голове у меня уже совершенно другие идеи на эту пряжу посмотрим пока я до нее доберусь быть может это будет вообще платье туника что-то такое вот не знаю сказать пока не могу так ну покажу еще раз свои крапушки эти крапушки мелькали у меня очень-очень-очень много раз тут значит осталось ну еще осталось на бобинке пряжа есть еще такая же остатки у меня так я конечно не взвешивала но давайте покажу я думаю что здесь грамм 40 здесь наверное грамм может около 100 ну 150 то наверное все вместе есть быть может даже здесь еще получится какое-то изделие может быть аксессуар какой-то получится не знаю но это мой мое трио мой family look я оставлю на него ссылочку в инфобоксе вы можете посмотреть это было недавнее видео останавливаться долго на этой пряже я не буду по-прежнему у меня есть в наличии вот такая вот бобинка бобинка чернильного цвета тут она черная но на самом деле если вот вы посмотрите она такого немножко синеватого оттенка темно-темно-темно-синий такой знаете чернильный цвет даже вот не могу сказать такое но на солнышке он прям вот чернильный чернильный так фокусироваться не хочет ну неважно в общем здесь еще 400 грамм две бобинки я практически извязала это был изумруд это был бактус и в видео которое либо вышло либо вот-вот выйдет о готовых работах я буду показывать свой новый свитер на свитер из бобинной пряжи такой же в четыре сложения он серый такой не графитовый цвета асфальта что ли мокрого асфальта но не знаю в общем я покажу вы посмотрите это будет в готовых работах и здесь вот у меня еще вот он вот он вот он где-то поймал было фокус в общем здесь у меня еще вот есть 400 грамм я пока не знаю что из этой пряжи связать ну раз уж пошла такая пьянка то покажем и все остатки здесь у меня грамм пятьдесят вместе вот с этими остаточками быть может я пущу их когда-нибудь на манжеты к чему-нибудь варежками или носочком это дроп с непал я вязала кардиган в этом году в этом сезоне для сестры тоже оставлю вам ссылочку с интересно можете пройти посмотреть в инфобоксе так же кстати я не сказала в инфобоксе я оставлю ссылку на магазин пряжи где я приобретала свои крапушки если кому интересно будет вы можете также пройти посмотреть но это совсем не обязательно но пожалуйста так и вот это вот чудо что у меня осталось из эйр пока не знаю что из этого слепить но тут в общем и целом моток все вместе моток тоже наверно когда нибудь что-то получится ну тут грамм пятьдесят пряжа которая осталась от бактуса это изумрудного цвета который я скорее всего буду показывать вот следующем видео буду показывать на себе там она на фотографии вернее на фотографии он более такой красивый изумрудный цвет здесь камера не словит ну в общем тут осталось не собрать бы тоже наверное грамм пятьдесят может чуть меньше то есть вот я хочу пустить вот с этой вот пряжей соединить и так не смотрится но на самом-то деле она вот и вот прям синий смотрится он зеленоватый и она вместе будет такой меланжевый цвета наверное я так думаю по крайней мере я хочу попробовать то есть это у меня тоже остаточек но он пойдет в дело шуршать особо не стала бы стала так у меня есть пряжа фиджи я из нее вязала свой как он называется блин забыла из коричневого цвета назову вспомнила называется хейвард вязала свой хейвард я тоже оставлю видео где вернее ссылку на видео где в фигурирует мой мой хейвард по мастер-классу ольге кондратьевой вот им пряжа мне это фиджи очень понравилось и я решила ее заказать еще и связать себе джемпер ну не знаю когда это будет потому что пока я вот хочу связать аксессуары шушу здесь хотела показать состав но состав у нее очень хороший не хочу доставать так 20 шерсть мериносовая 60 хлопок и 20 акрил ну то есть такой достаточно интересный состав можно из нее повязать как она ведет себя ну по крайней мере сколько раз я раз пять одевала свой свитерок он не ничего в общем с ним не случилось но это я тоже буду показывать наверное в отдельном видео вот такая вот пряжа у меня есть наличие 10 маточков по 50 грамм ну то есть еще тоже прилично также я ничего ничего пока не связала из вот этой пряжи что-то у меня тут как-то случился коллапс извините всегда когда показываю пряжу обязательно должен упасть так и вот такая вот у меня пряжа есть в наличии baby cotton за зал так я из нее тоже ничего не связано с 60 процентов клубка и и и и нигде не видно 60 хлопка и 40 акрила ничего пока тоже не связала лежит цвет изумительный ждет своего часа когда же я захочу что-то такое повязать но думаю зимой потому что будет темно и светлой пряжи будет вязать намного приятнее ставлю ее как-то вот на зиму скорее всего так что еще еще у меня есть вот один такой моточек детской новинки цвет очень красивый обратите внимание голубая бирюза он прям вот такой же красивый я сейчас из него вижу манишку можете пройти на мою страничку в инстаграме и заценить от начала моей работы не буду сейчас показывать далеко доставать в общем у у меня я останется еще полтора мотка после манишки я так планирую думаю тут 100 грамм ну да 150 где-то останется в общем вот такой вот свет и такая пряжица также я еще ничего не связала но хочу связать носки из вот этой вот пряжи деревенской который у меня лежит за кромах я не знаю что из нее связать потому что это стопроцентная шерсть она колюча и вязала только сынишки носочки маленькие понятно что на колготочки их будем носить до пряжи интересно вязать из нее тоже интересно крутка у нее такая интересная цвета красивые но я пока вот не решилась в общем ничего и думаю что это будут все-таки не варежки не что-то такое будут носки посмотрим покажу все так пряжа который у меня лежит на кардиган но не знаю зимой из черной пряжи из махера ну тут наверное даже не махер до ангора ангора люкс написано махер и что у нас тут шерсть шерсть махер акрил ну в общем не особо хорошего состава но на ощупь она очень приятная силу того что наверно натурального мало не знаю ну хотела связать кардиган и я думаю что это все таки останется уже на весну когда уже начнет появляться солнышко потому что представляете это же черная черная прям черная черная комната черная черная кошка пойди-ка найди ее зимой ну в общем вот у меня такой пряжа есть вроде бы 5 мотков да вроде бы 5 маточков такой пряжи сейчас еще посмотрим что еще у нас есть это совсем неинтересно это мой свитер черновик тоже оставлю на него ссылочку я пошел пошел уже и без того у меня там смешка шуршит это пряжа назар свитер черновик одевала пару раз тактильно очень приятный потому что но он хоть и акрил но он прям знаете так у меня мягкий 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 акрил но вот скрипит вот есть я вот даже рукам вот скрипит ну скрипучий но даже не помню вязать приятно неприятно по моему не очень приятно из нее вязать но носить можно правда и расход у нее получается два с половиной моточка моточки стоили по пятнадцать рублей в прямом смысле этого слова то есть два с половиной моточка на целый свитер у меня еще два с половиной осталось в общем не знаю что из нее свяжу и когда свяжу но может быть что нибудь да когда нибудь да свяжу в общем вот 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 все-все ой-ой-ой-ой все это все спасибо большое что были со мной эти 20 минут наверное все что я успела вам показать я сама удивилась правда что сама удивилась что у меня не так-то уж и много пряжи надо теперь это все посчитать и как-нибудь в одном из видео сказать количество на самом деле я извязала достаточно за два месяца за август сентябрь если посмотреть по моим видео отчетом я с собой довольна тоже в килограммах не скажу наверное где-то около полутора килограмм а может и больше не знаю в общем такой видео отчет по граммам я наверное как нибудь куда-нибудь в какой-нибудь видео и рубрика так скажем да рубрика сколько у меня осталось пряжи сколько я извязал за два месяца я где-нибудь такой отчет и наверное применю может быть в готовых работах вот всем спасибо большое за внимание оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал всем пока